всем привет вы на канале дистиллят тв и сегодня на обзоре новинка из красного белого и все правильно вы угадали эта рубрика чё там в кибе а если у вас тормозит youtube и не показывает то обязательно подпишитесь на три платформы это vk видео дзен и telegram и все видео вам точно будут доступны ссылка в описании под видео а чё там в кибе а в кибе появился новый коньяк который называется золотой дуб стоит он практически мрц дизайн симпатичный бутылка с красивым углублением вот практически пол пальца туда заходит написано на этикетке что коньяк выдержан дубовых бочках пробка у нас искусственная крышечка тоже давайте нальем очень плотно закрывается красивый узор того самого золотого дуба который используется в названии этого коньяка смесь сортов виноградов загибайте пальцы ркацители чинурим цваны кульджинский баян шерей согласитесь немалое количество сортов винограда происхождение винограда южная осетия узбекистан состав классический и сахар и колер тут имеется по дизайну мне нравится по цене тоже состав в принципе тоже устраивает можно было бы переходить к дегустации но надо рассказать немножко о предприятии для этого я специально себе на телефон сохранил некоторые скрины потому что очень интересно вышло у них есть сайт обязательно посмотрите такой нормальный сайт и я узнал информацию с этого сайта что первые коньячные спирты для выдержки заложились в 1982 году сразу же эта строчка вызывает усиленное внимание ничего себе это еще из советских времен окажутся предприятия я забыл сказать название предприятия рассинка дистиллери называется тогда это был флагманский в тольятти и один из самых технологичных в союзе комбинат шампанских вин и коньяков еще одна гордость которая у них имеется то что на их предприятие в 90-е годы выпускалась пепси фиеста и сэвен ап привет всем детям 90-х на сайте есть цифры предприятия если кому интересно пожалуйста зайдите посмотрите а также мне хотелось бы узнать мнение людей которые получается чуть постарше меня которые в двухтысячных годах уже активно употребляли коньяк потому что на сайте предприятия указано что рассинку знали по коньякам таким как тайный советник картель изначально вы знаете я тороплюсь читать я прочитал каратель кстати хорошее название до для коньяка каратель или утренний каратель еще бы лучше не звучало но тут картель кремлевский бренди генри морган и фрэнсис дрейк кто пробовал эти напитки пожалуйста напишите какие они были по качеству мне это интересно в нынешнее время на предприятии делается виски макграу называется также виски гринвиллис и виски франкель я ни одного из этих трех брендов не встречал на витринах если встречали напишите как они тоже мне интересно это предприятие делает бур сам зелли тот самый коньяк который неоднократно был у меня на обзорах три года пять лет семь лет больше на сайте не указано ну и известный бренд для меня старый город 4 и 6 лет разливает принципе все что я хотел рассказать о предприятии я вам рассказал получается предприятие с восемьдесят второго года почти 40 лет на рынке и по идее ну что-то достойно уже должно быть кстати шлейф разлетелся от коньяка и шлейф схож по интенсивности с водочными ароматами такими легкими фракциями которые очень быстро испаряются и наполняют комнату ароматом но с примесью цветочных ноток давайте по аромату кстати кто помнит как называется этот бокал который у меня в руке который идет в наборе с моим classic десятка его всегда можно купить и он никогда не окажется лишним у вас в баре у меня для этого бокала свое название кто помнит напишет в комментариях аромат был стрим и на стриме я пробовал в первые впечатления и тогда мне не особо понравилось потому что было нагромождение ароматов на данный момент здесь все стабилизировалась и появился дуб дуб не интенсивный довольно приятный но простоватый также какие-то цветочки какие-то даже сухофруктики и вы знаете это преображение незначительное но все-таки преображение потому что это можно назвать комплементарным ароматом также есть шоколад ваниль но это все не глубоко это все недалеко и это все не утонченно но назвать аромат этот отвратительный либо не натуральным нельзя я уверен что аромат многим понравится и будут даже отчаянные фанаты этого коньяка которые любят пить больших количествах коньяк из рюмочек давайте попробуем его на вкус за ваше здоровье да дуб в аромате может быть не интенсивный был но во вкусе ух его много сладости довольно много жгучий безумно жгучий тот самый коньяк который хочется закусить сразу же это именно шашлычный коньяк как я его описал по аромату также в принципе и по вкусу много мяса большая компания никто не будет слышать сивуху потому что сивухи здесь нет кстати появился изюмчик который свойствен коньякам сделанный на основе баян-ширея целом коньяк шашлычный на сто процентов он может прям застолбить свое место в шашлычных коньяках и он будет крепким среднячком на послевкусие у этого коньяка практически ничего не остается кроме дубовой терпкости и я до сих пор хочу что-нибудь съесть у меня не появляется желание сделать второй глоток давайте ради эксперимента маленький совсем малюсенький такой же маленький как и этот бокальчик по сравнению с большими нормальными снифтерами за ваше здоровье на первом месте тебя встречает сладость терпкость только с едой и только в большой компании с другом такой коньяк не попьешь в конце обязательно напомню что напитки надо пить качественный и только в миру до новых встреч пока